Любить нельзя, воспитывать, любить Мой ребенок, девочка, 9 лет, 9 с половиной. Она живет, я так поняла, уже проанализировала, всегда с двойными стандартами. В садике воспитатель говорит одно, она приходит ко мне, я говорю, доча, вот воспитатель говорит так, но я думаю по-другому, что бить нельзя или еще что-то. А воспитатель говорит можно? Ну да, да, из дачи, ну вот классическая очень история была. Потом, ну мы ушли из этого садика в другой садик, к сожалению, не можем быть дома, ну я не могу быть дома полностью, мне тоже нужно работать, как и мужу. Но ладно, все, нашли хороший садик, перешли, но там тоже был другой какой-то момент, то есть всегда какие-то взрослые были вокруг ребенка, сейчас, понятно, это вообще отдельная тема, да, эти два года, ребенок ходит в третий класс, и она приходит ко мне всегда, обычная классическая московская школа, в принципе, нам она очень нравится, если не считать отдельного момента, да, то есть у нас прекрасный в целом педагог, замечательные дети, прекрасная социализация, любимый мальчик, любимые подружки, ну то есть все здорово в этом плане. И она всегда живет с двумя стандартами, мы говорим с ней дома про секс. Ну скажите уже, что, а, извините, извините, вы начали как раз, да-да-да, извините. Да, мы говорим с ней дома про секс, мы говорим с ней про всю ситуацию двухлетнюю с Украиной, мы говорим с ней про деньги, мы с ней обсуждаем вопросы, которые были вот до этого, я внимательно слушала, про ЛГБТ, то есть мы обсуждаем с ней все, и я ей всегда транслирую свою мысль, и папа всегда транслирует свою мысль, и она очень часто не бьется с обществом, которое есть вокруг нее. Да. Очень часто. И я как раз вот вас сейчас услышала, тоже вас слушала, что вам говорили в детстве, что нельзя говорить о том, о чем говорят дома. Да. И поскольку я педагог, я и немножечко училась на психолога, я очень боюсь, как это аукнется ей в будущем, потому что я точно знаю, что она верит мне и папе, и она точно, грубо говоря, думает так, как мы с папой. Да, понимаю, понимаю. Но я боюсь, что на нее это повлияет, потому что я заметила, потому что она больше нервная, больше не доверяет людям. В чем вопрос? Что делать? Ничего. Что делать и как подстелить соломки, наверное, потому что... Лиля, мы откровенно говорим? Да. Точно? Да. Ничего не сделать. Плохо. Ничего, все, ничего не сделать. Значит, я, ну, спросил, говорим ли мы откровенно, если говорим откровенно, так оно и есть, так оно и есть. Значит, смотрите, ситуация очень сложная, вы знаете, это без меня. Я говорю, ситуация в сегодняшней России, в сегодняшней Москве. Ситуация очень сложная. Я понял, я совершенно же не говорю вам, что вы должны сделать, там, уйти на семейную форму обучения или нет, я только намекну вам, что для этого не обязательно уходить с работы. Это важно. Не обязательно, потому что найти чудесного студента, чудесную студентку, которая вообще не за большие деньги будет тусоваться с вами. Что вы хотите сказать? Есть один момент, потому что все здорово из школы уйти, но у нас есть Третьяковская галерея, у нас есть бассейн, у нас есть дополнительные занятия там русским языком, и там везде, ну, то есть вот я даже увидела вас в комментариях сегодня на ютубе, все пропитано этим. Я прочту сейчас этот комментарий, он у меня вот открыт специально, я начал с вами разговаривать, и я его нашел. Давайте прочтем. Марина. Да, Марина 84. Вы советуете перевести детей на семейное обучение, но как быть с тем, что все вокруг улицы ТВ, интернет, напичкана Z-пропагандой? Не будет ли обратный эффект? Взрослые не посещают уроков о важном. Марина, шикарный вопрос, видите, он открыт у меня, чтобы в конце ответить. Ну вот Лилия дала нам подачу, мы можем уже об этом говорить. И что? Ну у нее бассейн. Можно от всего огородить, я ведь не говорю только об этом, я ведь говорю о двойных стандартах во всем остальном, то есть в бассейне есть двойной стандарт, обгоняй, несмотря ни на что, и там толкай и так далее. Вы удивитесь, вы сейчас поразитесь, я поражу вас в самое сердце невольно, да, но не стрелой для меня, это повод уйти из этого бассейна. Все. Так отовсюду придется уходить. Всюду придется уходить, да, отовсюду придется уходить. Вот, и ребенок, и мы с ней поговорили, на самом деле я с ней об этом говорила, что дочь, я думаю, тебе тяжело, я думаю, что тебе тяжело жить с такими двойными стандартами. Но будешь туда ходить, где тебе будет тяжело. И я говорю, котенок, давай, я уволюсь, мы будем с тобой вдвоем. Зачем это? Что это за манипуляции такие? Нет, 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 это была не манипуляция, это было искренне, потому что я не такой в начальных классах, я могу, ну, в смысле, я могу тебя всему обучить дома, мы можем ходить сами в бассейн, можем ходить сами в третяковку и так далее. Ребенок отказывается просто со слезами, с истерикой, потому что она обожает своих детей в классе, она очень любит, ну, ходить куда-то, любить общество. Ну, что-то я вас, слушайте, да, вы чудесная, приятная, милейшая, эмпатичная, но что-то я вас сейчас шлифану немного, извините. Ну, кто такое говорит ребенку в третьем классе? Это вообще не ваше решение, не ее решение. Почему вы на нее эту ответственность-то взваливаете? Это решение мамы и папы. Я не говорю, что оно правильное, заметьте, я не говорю этого и не скажу. Я просто отмечаю этот момент, да, это решение ваше. Тогда человек оказывается в двоемыслии, ничего нельзя поделать. С одной стороны, с другой стороны, он обожает такую чудесную маму, как вы. Как ему решить-то? Какого ответа вы ждете? Мам, давай, уходи с работы, будешь мною заниматься. Это где такие дети бывают? Я так могу, и мы так делали. Вы так можете? Я вас поздравляю. Ну, так я, как это, вам лет-то сколько? Да, вы чего? Это решение невозможно. Это родительская ответственность. Это не детская ответственность. Это родительская ответственность. Да, если, например, ваш замечательный, не надо про вашу дочку, давайте про других детей, про которых рассказывали в ЛНВ. Да, приходит ребенок из школы, рассказывает мне несколько выпусков назад. Помню даже, тетя Ксения, чудесная, рассказывает про мальчика, своего племянника. Приходит из школы, начинает нанести пропагандистскую пургу. Из школы уходить не хочет. Наши действия что? Спросить его, хочет он уходить или нет? Это спасение личности. И это редчайший случай, когда я говорю, слушайте, да, тут надо как-то без их воли обойтись. Это редчайший случай. Это человек падает из окна, стоит на подоконнике, поскользнулся, и в этот момент говорите, слушай, хочешь ли ты, чтобы я взяла тебя за руку? Это невозможная история. Ну, в общем, тут получается, что ваше мнение заключается в том, чтобы отовсюду уйти и искать везде альтернативы. Нет, нет. Мое мнение заключается в том, что когда мы говорим о близком человеке, в первую очередь мы говорим о его безопасности. Дальше начинается образование и все остальное. В первую очередь мы говорим о его безопасности. Должны, на мой взгляд. С этого начинается наша функция взрослая и родительская. С этого. Значит, действительно, если вы описываетесь, если ситуация такова, как вы ее описываете, то есть кругом двоемыслия. И вы спрашиваете меня, вы говорите, я боюсь, что это на ней отразится. Конечно, отразится. Конечно, точно отразится. И на мне отразилось, и не очень хорошо. Но я не жил в такой ситуации, как нынешние дети в России. Я не жил в такой ситуации, Лиля. Я жил в ситуации, у меня были непростые времена, я рос. Но сравнивать нечего. А не отразится ли социальная отрезанность на ребенка сильнее? Отразится. Ну, то есть, потому что, я думаю, семейное образование, хорошо. Но ребенок будет чувствовать себя каким-то не таким. И для моей дочки это очень принципиально. Какой вопрос вы мне задаете? Я снова вас спрашиваю. Какой вопрос? Давайте один вопрос сформулируем. Давайте. Хрен редьки слаще. Какой хрен редьки слаще? Какой лучше выбрать? Как сделать так? То есть, с одной стороны, социальная отчужденность. С другой стороны... Никакой социальной отчужденности нет. В городе Москва, я думаю, вы наскребете десяток детей, с которыми ей комфортно, вам спокойно и так далее. Ну что, нет? Это работа такая. Хочется, чтобы произошло само. Но не происходит сейчас само. Времена такие. Да, это не похоже на то, что было три года назад. Совсем не похоже. Честное слово. Я даю вам честное слово. Это не похоже на это. Тем более, там, 20 лет назад или 30 или 40. Не похоже. Слаще ли хрен редьки? Да, в этом смысле. Потому что, если есть опасность того, что ваша дочь будет наддоктринирована... Вы меня простите. Да, такая опасность есть. Вы лучшая. Я вижу это. Я не просто так вам комплименты говорю. Вы чудесные. Да, но вас может не хватить на это. Вас может не хватить. Когда человеку 8 лет со всех сторон говорят, не говорят, твоя мама дура. Ну, на самом деле, это почти и говорят. Да, потому что мама говорит одно. Здесь говорят другое, здесь говорят другое, здесь говорят другое, здесь говорят другое. Это непростые условия, в которых человек социализируется как будто. Понимаете, какая штука? Да? Теперь, может ли это привести к неврозу? Конечно, да, и вы это понимаете. Ну, конечно, да. Да, может ли привести это еще раз к тому, что она будет индоктенирована? Не дай бог. Конечно, да. Может ли, если она окажется дома или в другой среде? Все не так однозначно в этом смысле. Знаете, что вы не знаете, что в Москве есть школы, которые объединяются по семейному принципу? Да, конечно. Поищите, есть среди них интересные и хорошие, о них даже государство не всегда знает. Да? А вы про это узнаете. И там, поверьте мне, вот сейчас уровень, скорость объединения людей возрастает все время, потому что вы не одна в такой проблеме находитесь. Да? Теперь в этом смысле, вот Мария 84, да, не будет ли обратный эффект? Ля-ля-ля-ля-ля. Не будет обратный эффект? Не будет. Да? Человеку, еще раз, ребята, человеку может быть тяжело. Но мы говорим сейчас, к сожалению, не до жиру. Мы говорим о спасении. Понимаете? Это непрямая ситуация. Может, обойдется. Слушайте, может, обойдется. Конечно, может, обойдется. Но какой вопрос, такой ответ. Нет, мне не кажется, что они должны жить в двоемыслии. Мне кажется, что оттуда... Вы не волнуйтесь. И так будут точки, где будет двоемыслие. Но откуда можно ее спасти? Оттуда надо спасать, честное слово. Я поняла. Может, какие-то просто есть хитрости на двоемыслии? Хитрость простая. Простая, заходите в телеграмме, в чат азбука поиска, которую сделали люди год назад, вот, наслушавшись моих программ, объединились, и там вот ищут друг друга и таким образом. Нет, я имела в виду не такие хитрости. Вот я сейчас вас слушала, там, покажи, как это делается, да? Как тебе это удалось? Может, есть какая-то хитрость помочь? Нет, вы не можете ей помочь. Как вы можете ей помочь? Мама ее посылает к учительнице, сама, которая говорит ей одно, а мама говорит другое. Как ей можно помочь? Говорит учительница дура? Мам, ты что? Ты для меня самый значимый человек. Зачем, что ты меня туда послала, мама? Ой, проблема. Да, мама посылает меня в бассейн. Мы с ней обсуждаем. В бассейне не помогает ваше обсуждение. В бассейне меня учат плохому с точки зрения мамы. Мама учит хорошему, да? А в бассейне учит плохому. И плохому, и хорошему. Какому хорошему там в бассейне учат, если главный идеологический момент, это, я не знаю, что там, победить, обмануть, что там у вас. Что там хорошего-то в этом бассейне? Потому что с мамой нельзя ходить в бассейн в воскресенье и учиться плавать? Это что, проблема, мама? Да, в Третьяковку я хожу, а в Третьяковку с мамой не ходят? Или со специально обученным студентом? Специально обученный человек обучает. Обученный человек не нужен, если он учат ее плохому. Ничего там хорошего не будет. Ничего там хорошего не будет. Потому что и бассейн, и Третьяковка, и, я не знаю, школа не имеют отношения к идеологии в нормальной системе координат. Да, идеология тут ни при чем. Если эти люди гонят идеологию, это идеология, все, что вы процитировали. Они вредят даже, если вам кажется, что они в чем-то помогают. Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Нет тут никакой техники. Техника заключается в том, чтобы ответить на ваш первый вопрос. На ваш первый вопрос я ответил. Я знаю, что это неудобно. Нужно уходить отовсюду. Откуда можно уйти? Где-то вы говорите, уйти нельзя. Ну, так оставайтесь. Оставайтесь. Я поняла, поняла. Нет, не надо. Я слушаю, но про бассейн, это просто у меня прямо в самое сердце, да? Нет, но у нас там спортивная школа. Зачем? Зачем? Честно, хочу бросить. Ребенок не дает. Она живет плаванием. Ничего страшного, потому что... И вы говорите, что на нее не влияет вот эта вся история. Влияет, уже влияет. Значит, в этот момент придумайте, придумайте, как сделать так, чтобы в ее жизни было плавание, которое ей дорого, и это очень-очень круто. Да? Без этого самого момента. У меня совсем-совсем напоследок была личная история. Да? Мы с дочкой, которой было 6 лет, искали студию танцев. И во всех студиях танцев, во всех было соревнование в основе. Да? Нашли. Мы нашли. Теперь вы можете меня спросить. Дима, а если бы вы не нашли? А если бы мы не нашли, она не ходила бы на танцы? Я поняла. Да, образовалась бы другая группа. И после этого мы уже придумали. И у нас, как вы понимаете, там в школе были танцы. Можно обойтись без этого. Мы получаем удовольствие от плавания, не потому, что мы кого-то побеждаем. Извините. Спасибо большое. Если что не так. Легче не сделали, но ответ был очень... Я уверен, что я сделал сложнее в определенном смысле. Любить нельзя воспитывать. Любить. Любить. Любить.